МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, какова повестка дня форума? Главные месседжи форума, которые будут активно обсуждаться, это жилье, качество жилья, как сделать жилье доступным, о каком жилье мечтают сегодня россияне, что они в итоге получают. Это будет довольно практически ориентированный форум с очень большой рекомендательной базой для девелоперов, региональных властей, Министерства строительства. Спикерами на форуме у нас планированы как российские эксперты, так и международные. Мы в этом году больше, конечно, фокус будем делать на жилье, так как сегодня в России эта тема особенно актуальна, и в связи с историей про пятиэтажки, и в связи с тем, что президент поставил цель стимулировать темпы развития жилья в России. Сегодня столько жилья, сколько строится в России, не строилось никогда. 80 миллионов. Да, это рекорд. Сегодня действительно эта тема очень актуальна, и важно, чтобы жилье, которое сегодня строится, было качественное, потому что это вопрос развития на самом деле на предыдущих поколений. Такие мероприятия для нас крайне важны, потому что я сам много лет в регионах работал, и хочу сказать, что очень часто сталкиваешься с муниципальными руководителями, которые вполне неплохие руководители, которые знают жилье и коммунальное хозяйство, знают решение социальных проблем, Но у них, во-первых, уже замылен глаз немножко относительно того, что они каждый день видят этот город, и им кажется, что некоторые вещи уже нормальные. И им нужен новый взгляд, новые подходы. Наша задача обучать, рассказывать о лучших муниципальных практиках, и чтобы это главы муниципалитетов и регионов в том числе брали на вооружение. Это очень важная работа. О чем конкретно будет идти речь на форуме? Первые два дня форум будет проходить для горожан, для сортовчан. Это будут городские выходные. Также в рамках выходных будут проходить круглые столы по урбанистике, где эксперты обсудят актуальные темы. Это и жилье, и темы развития Саратова, вызовы, перспективы и риски развития Саратова. 15 мая, в понедельник, будет деловой день форума. Будем обсуждать вопросы доступности жилья. И также у нас будет разговор о Саратове, о перспективах его развития, о тех вызовах, которые сегодня предстоят перед городом, потому что вызовы Саратова сегодня во многом похожи на вызовы многих городов России. И это будет актуально для участников форума. Коллеги, давайте определимся в понятиях, что сегодня эксперты понимают под термином «комфортная городская среда». Михаил Александрович. Самое главное – это то общественное пространство, которое окружает человека, который живет в городе. И сегодня мы видим, что люди все больше и больше становятся требовательны к тому общественному пространству, который есть в новых микрорайонах. Если застройщик создает городскую среду в новом микрорайоне, то у него идут продажи. Если кто-то работает по старинке, то в каменные джунгли люди больше ехать не хотят. Это отчетливый тренд прошлого года. Комфортная городская среда – это прежде всего благоустроенные улицы, это благоустроенные парки, это удобный общественный транспорт, это комфортные условия для людей в ежедневном режиме. Создание среды и благоустройства – это одно и то же? Нет, это немного разные понятия. Благоустройство – это все-таки вопрос качества тех поверхностей, которые вас окружают, качества малых архитектурных форм. Понятие же среды включает в себя гораздо больше аспектов. Это и архитектура, это и функции, их разнообразие, что является принципиальным условием для создания комфортной среды. Вообще среда – это продукт взаимодействия людей и пространства. И именно повышение ее комфортности сегодня – один из важных аспектов деятельности наших коллег. Михаил Александрович, мы сказали про застройщиков, про роль муниципальных властей, а какова роль федерального правительства? В части поддержки жилищного строительства сегодня один из главных вызовов – то, что в подавляющем большинстве субъектах Российской Федерации строить инфраструктуру за счет цены квадратного метра практически невозможно, в силу того, что сегодня невысокая покупательная способность у граждан. Поэтому правительство в этом году, как антикризисную меру, приняло вот такое решение, и это стало приоритетным проектом по развитию жилищного строительства, по ипотеке, про арендное жилье – это в целом. У нас 33 региона участвуют в этих проектах, 66 проектов в этих 33 регионах. В первую очередь это социальная инфраструктура, самый большой запрос на детские садики. Второй важный вопрос – это внутриквартальные дороги, внутриквартальные развязки. Это тоже удорожает стоимость квадратного метра. Есть у нас еще такая опция, мы ее держим в запасе – это субсидирование процентной ставки по инженерии. И второй приоритетный проект – это то, что касается как раз уже развития городской среды. Помимо этого было принято решение о том, что субъектам-донорам, которые сначала не вошли в этот проект, должны самостоятельно решать этот вопрос, но все-таки потом на уровне председателя правительства было принято решение донора поддержать. Впервые в истории современной России реализуется проект, когда люди будут сами определять, какой двор будет в 2017 году ремонтироваться за счет этой программы. И что такое двор? Самая главная дискуссия во дворе между автовладельцами и неавтовладельцами. И не хотелось бы тоже принятие решения отдавать на муниципальный уровень. Все-таки это должны люди принять решение, поэтому мы вот в рекомендации по вовлечению людей в этот процесс даем четкое понимание того, что если люди не собрались, не утвердили хотя бы схему размещения зон во своем дворе, то, извините, тогда такой двор не попадает в эту программу. Мы включаем в эти программы все города, начиная от тысячи жителей, даже маленькие города. То есть мы сделали анализ. Это 97 миллионов людей, которые проживают в этих городах. То есть это задавляющее большинство, безусловно. И мы рассчитываем на то, чтобы эта программа будет иметь продолжение и в следующие годы, и даст свой эффект. Есть несколько уровней жилой среды. Это город, улица, двор и квартира. Что с квартирами? Сегодня есть два таких глобальных тренда в плане жилья. И все они в основном связаны с общественными пространствами в квартире. Острый вопрос – это сдавать квартиры с отделкой или без отделки. Мы рассматриваем такую возможность отрегулировать эту ситуацию и со временем выйти все-таки на то, чтобы вообще строилось все с отделкой. И еще очень важный момент. Вы знаете, когда вот только там три с половиной года назад наше министерство было создано, мы обсуждали возможность. Вот не надо маленьких квартир. Может быть, давайте мы отрегулируем, чтобы там стандартное жилье было, начиная от 30 метров или 40 метров. Мировые тренды, они несколько иные. И мы сегодня смотрим на них и пока не выходим ни на какие регуляторные в этом плане решения. И здесь надо присматриваться вот к этим трендам и не идти вразрез с ними в регулировании. Это очень важно. Михаил Александрович, опишите современного горожанина. Что ему нужно от города и от его среды, в которой он живет? Современный горожанин – это человек мобильный достаточно. Сегодня вы знаете, что происходит основная конкуренция между городами – это конкуренция за человека. В России? В России в том числе. И люди, выбирая место жительства, смотрят на два фактора. Это рабочее место, качественное, современное и хорошо оплачиваемое рабочее место. Ну, еще и смотрят на городскую среду. И самое главное, наверное, то, что человек становится все более и более мобильным. И вот вы знаете, наши пилотные проекты сегодня с АИЖК по арендному жилью, по арендным домам, они для нас крайне важны. Мы делаем серьезную ставку на это. Во всем мире, если посмотреть в столице, большой объем арендного жилья гораздо больше, чем у нас сегодня. То есть дом там, где работа, а не наоборот. На наш взгляд, вот это общемировой тренд. И в России тоже такой тренд начинает уже тоже проявлять себя. Сегодня мы уже живем в постиндустриальную эпоху. И сегодня во многом экономику городскую определяют горожане, потому что они основные генераторы налогов. И в этом смысле города, конечно, конкурируют за людей. Развитие общественного пространства очень важно для малого бизнеса. Потому что, вот как показывают исследования, что чем больше человек находится в общественном пространстве, тем все равно больше он тратит денег, он заходит в то или иное там заведение, да. И сразу там, где появляется вот активная пешеходная зона, там сразу появляются места для развития малого бизнеса. Это тоже важный фактор в развитии экономики.